всем привет с вами алексей вы на этом канале за вот в том месте где все наручных часах сегодня в нашем обзоре все модели из одной коллекции коллекции которая стала действительно визитной карточкой для бренда oris oris аквис за что его любят давайте разбираться вместе проверьте подписаны ли вы на наш канал а мы начинаем сегодня в нашем обзоре oris аквис сразу в трех размерах орис это бренд который производит только механические часы в их ассортименте нет ни одной кварцевой модели к слову это независимый часовой бренд производящий часы в маленькой швейцарской деревушке по названием хольштайн с 1904 года это не какой-то простой коммерческий бренд а действительно бренд с историей со своим видением и как следствие приличной фанатской базой если мы зайдем на официальный сайт oris аквис относится к категории дайвинга но все же это не сертифицированный дайвер об этом поговорим чуть позже а если говорить о часах в дайверском дизайне ценовой категории около 2000 долларов то на территории украины да и не только аквис чувствует себя очень уверенно хотя и именитых конкурентов здесь предостаточно а именно так хоир ланджин морис лакроа конечно аквису на руку сыграло то что тренд на дайверские часы продолжает оставаться актуальным уже такой длительный промежуток времени но все же аквис это аутентичный и действительно интересный продукт сегодня перед нами сразу четыре модели oris аквис date в разных размерах материалах расцветках и креплениях а начнем с механизма так как внутри этих часов он одинаковый внутри всех моделей и сегодняшнего обзора установлен калибр oris 733 по факту это доработанная на мощностях oris селита sw 200 на 26 камнях с частотой полуколебаний 28 тысяч 800 в час запас хода 38 часов паспортная точность плюс минус 15 секунд сутки ну и конечно же фирменный узнаваемый красный ротор ничего сложного с точки зрения технологии но зато безусловная узнаваемость и характерная черта и перейдем к габаритам модель в титановом исполнении и ремешковая модель имеет диаметр корпуса 43 с половиной миллиметра именно с этими габаритами oris завоевал свою фанатскую любовь позже появился аквис размере 39 с половиной миллиметров в нашем случае это браслетная модель зеленым циферблатом ажиотажа как вокруг 43 конечно же не было но я и сам присматривался к этим часам учитывая габариты моего запястья а это 16 с половиной сантиметров корпус на руку ложился потрясающе но вот браслет лично меня остановил он качественно выполнен надежные крепления полировка сатинирование на 39 как и на 43 браслет идет на сужение от корпуса к застежке и пропорции в 39 как-то не зацепили но это очень субъективное суждение так как я знаю счастливых обладателей аквисов с 39 диаметром который целиком в восторге от своих часов и третьим по очередности появления но средним по габаритам появился аквис диаметром 40 один с половиной миллиметров как утверждает сама компания размер добавлю линейку из-за прессинга фанатов бренда было две крайности габаритный 43 и небольшие 39 и появление такой золотой середины было вполне логичным так как пропорции получились действительно хорошие что касается корпуса во всех размерах корпус узнаваемый сложный закругленные ушки благодаря которым даже 43 корпус хорошо прилегает даже к негабаритному запястью корпус сатинированный что удобно при повседневной носке еще одна интересная особенность ушки защищающие завинчивающуюся заводную головку это не часть корпуса отдельная деталь которая крепится узнаваемыми фирменными винтами по типам крепления в ассортименте аквиса представлены браслеты на которых среднее звено сатинированное а боковые звенья полированные кожаные ремни а также каучук застежки всегда литые с достойной обработкой в браслетных моделях дайверский расширитель тоже литой раскладывающийся прячется под саму застежку а вот расширитель на ремешковых моделях как по мне просто супер практично и удобно корректируем размер по необходимости по поводу аквиса приходилось много дискутировать и для многих он ценен именно циферблатами эти переливы солнечные лучи однозначно все выполнено на достойном уровне разные расцветки которые потрясающе раскрываются при разном освещении полированные накладные метки и стрелки правильной формы апертура даты в районе 6 часовой отметки реализована как на черном так и на белом фоне зависимость от расцветки модели суперлюминова на метках стрелках и нулевой отметки безеля все это под утолщенным сапфировым стеклом сентибриком безель однонаправленный керамические на 120 кликов и все это добро в 300 метровой степенью водозащиты но несмотря на все атрибуты это не сертифицированный дайвер то есть эти часы не проходили сертификацию iso 6425 я не вижу в этом ничего плохого скорее всего соответствие этому стандарту привело бы к росту цены а возможно и к изменению дизайна это в любом случае очень надежные и красивые часы и давайте подытожим так за что же все-таки любят орис аквис как по мне аргументов предостаточно начиная от самой философии бренда орис и вплоть до тончайшего внимания деталям узнаваемый собственный корпус и потрясающее сочетание цены и качества но все-таки есть одно но в 2021 году часы которые стоят от 2000 долларов и при этом запас хода всего 38 часов ну это точно не конкурентное преимущество хотя если вы но сейчас и каждый день то это не имеет никакого значения а если все-таки запас хода критичен то у вас с легкостью спасет орис аквис дэйд калибр 400 с пятидневным запасом хода но будьте готовы заплатить за него практически две цены от обычного орис аквис дэйд в комментариях напишите что вы думаете об этих часах на этом наш обзор окончен всем спасибо за внимание и встретимся через неделю